Строевая подготовка, рукопашный бой, кадетский вальс. В Чебоксарах стартовал месяц усиленной спортивной и оборонно-массовой работы. А тех, кто мечтает защищать родину, Ирина Волкова. Два года я этого хотел. Хорошо маршировал, везде участвовал. На присяге правокурсников тоже докладывал в полковниках. И сегодня Кирилл Гордеев – командир взвода. Целью стремленности ребятам не занимать. О карьере в погонах здесь мечтает добрая половина. Строгая форма и усиленная физнагрузка – это повседневность. Ну я с детства такая девочка была, боевая. Мне нравится там стрелять, лазить. Вот это вот все. Построение смирно. Это очень интересно. У меня дедушка военный очень много рассказывал об этом. Вот меня как-то занесло по стопам деда, может быть. Он очень много о армии рассказывал о своих друзьях. Папа был в армии, он чуть не дошел до майора. Ему пришлось вернуться домой. Поэтому я хочу так же. Но уже продолжился его путь. Важная в истории страны дата – 75-летие Великой Победы. Пройдет красной нитью через все события месяца. И, конечно, юнормейцы будут встречаться с ветеранами Великой Отечественной войны. Во всех школах города пройдут уроки Победы. Желаю вам успехов, здоровья и желания научиться тому, как защищать нашу Великую Родину. Кадеты, курсанты Детской полицейской академии и юнормейцы станут активными участниками основных мероприятий. Дети будут писать свои проекты. Кроме того, зорнички и орлята, они будут готовиться к тем мероприятиям, состязаниям, которые пройдут сначала в городе, потом, соответственно, на уровне республики. Это изучение и уставов, это и огневая подготовка, строевая подготовка. Но другие мероприятия, сопутствующие именно военно-патриотическому воспитанию и подготовке, скажем так, несовершеннолетних к будущей военной службы. К городским школам вскоре подключатся и районные. Старт республиканского месячнику оборонно-массовой и спортивной работы дадут 25 января.